Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Сегодня хочу вам показать свой процесс прядения веретеном на прялице или прялки донца. Это старинный способ прядения, широко известный всем по иллюстрациям к русским народным сказкам, былинам. Также ярко представлен в картинах русских художников. Так пряли и мои бабушка и мама у нас в Сибири. Для этого нам понадобится веретено. Длина его примерно от 30 до 38 сантиметров. Это кому как удобно. Веретено должно быть достаточно динамичное, хорошо крутится. Также нужна собственно прялочка, которая состоит из доски, на которой я сижу и стойки, на которую крепится кудель. Она может быть различной конфигурации. У меня в виде рогатки или вилки. Это сделал мой муж из клена. В старину пряли овечью шерсть нестиранную. Считается, и я так считаю, что нестиранную шерсть прясть легче. У меня в данном случае покупная шерсть грязная, с различными вкраплениями, не лучшего качества, обработанные наши штабитки. На перетяну закрепляем ниточку. Для того, чтобы привязать к ней волокна шерсти. Это можно делать различными способами, но сейчас я сделаю именно так, чтобы показать вам. Берется нить хлопчатобумажная, складывается вдвое, длиной где-то на 15 сантиметров, больше длины самого веретена. Вот так примерно и есть. отрывается нить, связывается здесь с простым узелком в кольцо. надевается в углубление между пяточкой. В углубление. Значит, выводится в кострию веретена, накидывается скользящий узелок и опускается вниз и затягивается. хорошо закрепилось. Далее по спирали выводится на кончик веретена. Скользящим узелком закрепляется на нем, протягивается. Вот такая вот петелька. К этой петельке будем припредать бородку волокон из шерсти. Вытягиваем бородочку. Вот это вот расстояние между куделью, ну и в нос пряди на нить, называется бородкой. Продеваем в это колечко. Вытягиваем, перегибаем как бы вот так вот. Обратно к волокнам. Вытягиваем и начинаем крутить веретенок по часовой стрелке пальцами правой руки. Работают также в основном три пальца. Большой, указательный и средний. Крутим. Припредаем нить. Припредаем волокна шерсти в дополнительной ниточке. Раскручиваем веретенок правой рукой, а левой подаем волокна шерсти, вытягивая из куделя. Надо стараться, конечно, поровнее подавать волокна. Делать все хорошо, плохо оно и само собой получится. Но не предлагать излишнее усердие, так как это пряжа будет у меня на носке. Вот, спряли новую ниточку. Вот это расстояние от бородки до кончика веретена называется саженью. Вот эту самую сажень наматываем на кисть левой руки. Скидываем скользящий узелок с истрия веретена. Вот так вот. И переносим на ствол веретена с пряденой нить. Наматываем плотненько. Хоть, конечно, и ниточка из грязной шерсти наматывается плотнее, но все равно надо следить, чтобы она плотно закреплялась на веретену. Делаем скользящий узелок на большой палец левой руки и переносим его на веретену, где-то 5 сантиметров ниже самого кончика веретена. И продолжаем прядение. Раскручиваем правой рукой, а левой вытягиваем волокна шерсти. Вот так. Делаем это не торопясь, чтобы сам процесс был приятен. Так, переносим на веретену. Вновь пряденую нить. По спирали выводим на кончик веретена. Делаем скользящий узелок и закрепляем на веретену, подтягиваем. Так, тут у меня, видите, какая-то кишка. Я ее заправлю и вытягиваю новую воротку. Скручиваем. Можно помогать пальчиками левой руки распределять, поглаживая туда-сюда. Скрутили, потянули. И в грязной шерсти пряжа получается более пологая, то есть менее закрученное прядение. Поэтому в изделии она будет более мягкое и теплое. Вот так переносим. Аккуратно вновь веретену туда-сюда. Выводим до спирали на кончик веретену, закрепляем скользящим узелком. Кстати, если у кого веретено падает, можно делать не один, а два, даже три узелка. Существует еще способ делать, допустим, два-три витка в углублении узле пяточки, а потом только выводить на острие веретено. Это тоже препятствует его падению. Также можно пользоваться веретеном, у которого вот здесь вот такой вот остренький кончик удлиненный. На него накидывается петелька, а потом только выводится на верхнее острие веретено. Тоже веретено не падает. Я делаю так, как делали мои малая бабушка. Тем более для прядения ловичьей шерсти. Это вот пух очень скользкий, поэтому при таком способе прядения придут на нить. Но вот можно пользоваться специально веретено или дополнительно наматывать витки. Так, плотненько накручиваем острябленную нить на веретено. Выводим на кончик веретено. Закрепляем скользящим узелком, накидывая петельку на большой палец. Затем переносим ее на острию веретена 5 сантиметров приблизительно ниже острия веретена. И продолжаем крутить веретено. и вытягивать волокна в куделье. Я так могу сидеть часами, не торопясь, отдыхая есть ниточку. Но это еще не готовая пряжа. Надо будет спрятать обдувание ретена, чтобы потом ряжать их вместе и сукать, чтобы уже получилась пряжа пригодная для вязания. Но естественно еще можно ее постирать. Хотя некоторые предпочитают стирать в изделии. Это кому как нравится. переносим очередную сажу с прядиной нити. Накидываем скользящий узелок. Поправляем. Идем. Поправляем. 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 Продолжение следует... Помогаем пальчиками обеих рук при необходимости. Выводим на кончик вертина, делаем скользящую зелу большим пальцем левой руки, накидываем на острее вертина, эту петельку переносим и продолжаем третение. Так, я не с этого, как здесь вот вычим, чтобы было вам виднее. Перепридаем. Перепридаем. В дальнейшем это еще зачатыш, не полностью, только начатое веретено. В дальнейшем оно будет раскручиваться лучше, вытягивает ниточку практически самостоятельно. Это очень полезное занятие. Продевает, как сейчас говорят, эмоторику рук. И вообще соприкосновение с натуральными волокнами само собой по себе полезно. На этом все, друзья. До новых встреч!